Киевский режим действовал как такие вот латиноамериканские диктатуры, которых Америка насадила в прошлом веке большое количество. То есть действовали эскадроны смерти, убивались инакомыслящие, просто убивались. Запрещались политические партии, запрещались каналы, все средства массовой информации. Это было до конфликта. А когда конфликт начался, они посчитали, что у них развязаны руки. И тот сейчас беззаконие, разгул беззакония, когда, например, член парламента Дениса Киреева, и, кстати, он был членом переговорной группы, просто взяли, застрелили и тело выбросили на улицу. Вот так, СБУ арестовало его, висяк на то основании. В процессе, видимо, пыток или что-то, значит, они переусердствовали. Ну, выстрелили в голову, а тело выбросили на улицу перед зданием Печерского суда. Это центр Киева. Ну, вот, когда Зеленский выступал в парламентах различных европейских стран, ему аплодировали. А вот спросили бы у этих депутатов, которые аплодировали, там, в Италии или там, где он там выступал, в Германии. Нормально это явление, когда члены парламента могут просто без суда и следствия застрелить, а тело выбросить. Например, арестованы сейчас все абсолютно, значит, политики или политологи или журналисты, которые выступали, ну, с критикой власти. Например, арестована известная правозащитница Елена Петровна Бережная. Она, наверное, такая единственная из всех украинских правозащитников, которая не боялась этого режима. Ездила по различным странам, выступала в парламентах, рассказывала о нацизме в Украине. Выступала на заседании Совета безопасности ООН в Бундестаге, выступала в ОБСЕ. Ну, вот, несмотря на ее известность, такую, как правозащитница. То же самое СБУ взяла, арестовала, и вот она сейчас сидит в Лукьяновском СИЗО. Арестовали, например, такую известную журналистку, кстати, бывшую журналистку радио Свободы Анны Герман, вместе с мужем. Ну, муж вообще никакого отношения ни к политике, ни к журналистике не имеет. Видимо, чтобы ей не скучно было в тюрьме, значит, вот и мужа арестовали. Никто даже голоса против не поднимает. Вот это абсолютно нормально. Арестованы такие известные журналисты, как, например, Юрий Дудкин, Дмитрий Джангиров. Ну, я могу дальше перечень перечислять. Кто успел убежать, тот убежал, уехать за рубеж. А кто не убежал, сидят в тюрьме. Вот это, вот это, да, европейский парламент абсолютно не волнует. У Зеленского руки по локоть в крови, потому что используется метод, когда население используется вооруженными частями, по его же команде, естественно, в качестве заложников. Отсюда такие большие жертвы среди мирного населения. Спасибо.